Пост. И Великий Пост – это к нам приходит эта традиция со времён язычества. Причины тому несколько. Первые – запасы, припасы зимние заканчивались, и поэтому, естественно, люди должны были переходить на более скромную еду. И дабы психологически быть к этому готовыми, и пост, праздник поста, он как бы принуждал человека, обязывал человека, во-первых, не стесняться своего положения, что продуктов уже столько нет, поскольку не нужно было ставить на стол даже гостям определённые продукты, пост. Вторая функция – это очищение организма, усиление организма. Уже доказано, что некоторые люди порой лечатся голодовкой просто. И голод, он в определённом смысле усиливает дух. Конечно, голод в меру, это не сутками не есть. Ну, например, ограничить себя в еде, ограничить в сладких каких-то продуктах, хлеб и так далее. Очищение организма идёт. Человек начинает скидывать вес, у него самочувствие улучшается. Да и вообще, когда мы голодные, мы больше делаем работы, мы больше стараемся, больше двигаемся. И, естественно, вот этот жировой слой, он сжигается, уходит. А когда человек ест досыта, ему лень уже вставать, продолжать работать, его тянет ко сну и прочее. То есть считается, что голод усиливает организм, усиливает силу духа и целеустремлённость. И третья цель – это прочувствовать, каково состояние людей, которым нечего есть. Понять это и оценить своё положение больше, более трепетно относиться к тому, что тебе боги дали. Тебе же есть, что кушать. Да, есть люди, которым нечего есть. Прочувствовав это состояние, у человека начинается внутреннее переосмысливание ценностей. И у всех народов таким или иным способом, как раз начало весеннего равнодействия, существуют различные праздники, различные мероприятия, различные ритуальные какие-то шествия и прочее, подношения богам. Продолжение следует...